Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Apple Дмитрий и уроки по 3D Studio Max. Сегодня мы познакомимся с модификатором Close, с помощью которого можно создавать очень неплохую ткань, при том как статичную, то есть скажем для визуализации интерьера, так и анимированную, для производства видеороликов. Сначала нам потребуется объект Plane, который будет являться нашей тканью. Давайте добавим немножечко сегментов, допустим 20 на 20. Тут надо отметить, что ткань считается по точкам. Чем больше точек, тем больше гибкость, больше аккуратность вычислений. Сейчас точек достаточно, ну в общем-то для тренировочного образца. Теперь создадим объект, на который ткань сможет упасть. Это будет геосфера. Расположим ее немножечко пониже, оставив некоторое расстояние между сферой и тканью. Покрасим оба объекта разными цветами, для того, чтобы хорошо было видно их пересечения, если такие, не дай бог, произойдут. Выделив оба объекта сразу, давайте применим модификатор, называемый Close, то есть ткань. Отлично. Применив модификатор, откроем его настройки и нажмем кнопку Object Properties – Свойства объектов. В этом диалоге мы видим слева список всех объектов, увлеченных в симуляцию, и можем выбрать любой из них и создать ему различные свойства. Ну давайте выберем сперва геосферу. Ей можно задать три статуса – неактивно, ткань и Collision Object, то есть объект для столкновений. Его-то мы и включим. Ну а для плоскости мы выберем ткань, тип ткани выберем хлопок – Cotton и нажмем ОК. Все готово к началу симуляции. Пора ее запустить командой Simulate Local. Эта команда интересна тем, что не запоминает сам анимационный процесс. В результате мы получаем просто статичную ткань. Отлично. Нажимаем эту кнопочку. И видим, как ткань падает и повисает. Нажимаем кнопку снова, процесс останавливается. Да, конечно, мы видим с вами очень-очень неточные вычисления, ткань пробивает насквозь. Нажимаем команду Reset State, сбросить состояние и лезем чуть ниже в настройки. Самая главная настройка процесса – это Subsample – качество расчетов. Давайте поставим 5, то будет достаточно, это высокая надежность уже, хотя это в 5 раз замедлит вычисление. Нажмем кнопку Simulate Local, ткань опять начала падать, мы видим, как она намного лучше считается. Но все же видно снизу, как ткань образует очень неаккуратные складки. Это связано с тем, что сейчас ткань может проходить сквозь саму себя. Да, есть и такая настройка. Опять нажмем Reset State, сбросим состояние. И установим в настройках галочку Self Collision – само столкновение. Поставили галочку. И опять запускаем вычисление. Пошло падение. Благодаря только что поставленной галочке Self Collision ткань нормально пересекается, хотя нет. Вот внизу было хорошо видно, все-таки ткань саму себя умудрилась пробить. Опять Reset State. И в Self Collision поставим побольше качества – единичку вместо нолика. Это приличная разница. Опять запустим расчеты. Ну вот, помедленнее, но зато намного аккуратнее. Видно, что все отлично. Ткань удачно схлопнулась. Хотя не совсем все отлично. В некоторых местах сфера умудряется пробить ткань насквозь. Притом, это множество мест. Но это уже никак не связано с качеством вычислений. Дело в том, что наша ткань имеет полигональную структуру, как, в общем-то, и сфера. И поэтому между их поверхностями должен быть некоторый принудительный зазор, который позволяет избежать видимого пересечения. Давайте зайдем в диалог Object Properties. Выберем Geosphere. И обнаружим у нее параметр Offset. Отступ. Это и есть толщина зазора. Некое невидимое магнитное поле, если угодно. Которое удерживает эти объекты от пересечения. Поставим побольше. Два. То есть, можно сказать иначе. Ткань не идеально попадает на поверхность сферы, а имеет отступ в два условных сантиметра до нее. Это не совсем честно, но это позволяет надежно избежать видимых пересечений. Столь небольшой зазор, как правило, совершенно незаметен со стороны. Но позволяет выполнить вычисления с достаточной аккуратностью. Сейчас мы видим, что тряпочка очень хорошо повисла на сфере. И мы можем переходить к завершающей части работы. Выключаем команду simulate local и удаляем сферу. Просто выделим ее и сотрем делитом. За ткань можно не бояться, ей за это ничего не будет, но разве только нельзя теперь запускать опять simulate. После этого правой кнопкой преобразуем ткань в editable poly и получаем конечный продукт. Это уже не ткань в данном ее понимании, а обычная полигональная модель, которую можно использовать совершенно произвольным образом. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо за внимание. И позвольте пригласить вас посмотреть другие уроки из этой же серии. Все вам доброго. Успехов в работе. Продолжение следует...